Здравствуйте! Сегодня я бы хотел несколько слов сказать о водителях и пешеходах. В церкви как раз сегодня читалось Евангелие о мытаре и фарисее. Может быть, на первый взгляд кажется, что оно не имеет никакой связи, но мне кажется, что эта связь присутствует, потому что этот евангельский отрывок, он говорит прежде всего о том, что есть какие-то два основные полюса для духовной жизни и вообще для реализации и принесения плодов в этой жизни человека. Эти два полюса – это смирение и гордость. Фарисей говорил о том, что он такой замечательный и прекрасный, совершает все, что положено, не так, как этот мытарь или там прелюбодейцы и убийцы. Мытарь при этом говорил о том, что «Боже, милости, вводи мне грешному, вмия себя в грудь». И вот это вот состояние осмирения – это состояние, когда мы впускаем Бога в свою душу, в свое сердце, отходим на второй план. А состояние гордости, когда мы выталкиваем Бога куда-нибудь за пределы, за скобки нашей жизни, а на первом месте становится свое «я». И, по сути, человек начинает служить самому себе. В принципе, с такой духовной точки зрения, это идолослужение. Как бы вера, гордость, идолослужение. И вот если рассмотреть вопрос, проблему сегодняшнего общества, это водителей, пешеходов, вообще все, что происходит на дороге, это отражение того, что в душах людей. А в душах людей часто бывает гордость. Охладила любовь. Уходит взаимоуважение к людям. Человек не думает уже о другом человеке. О том, что дорога, допустим, по которой он едет, это дорога также и других людей, которые по ней передвигаются, или пешком, или на колесах. Он думает только о себе. Как ему успеть, как ему быстрее проскочить, как ему себя показать на этой дороге. Вот это самая настоящая гордость. И ослепленный такой гордостью часто человек совершает, ну, начиная с хамских поступков и заканчивая правонарушениями. И часто это приводит к трагедиям. Часто это приводит к трагедиям. И, казалось бы, если люди не закрываются вот этими лакированными крышами машин, этими тонированными стеклами, то они так себя не ведут. Если идут по тротуару, никто же не будет толкать друг друга в плечо, или в грудь, или кричать на него агрессивно. Потому что есть реальный контакт людей. Есть глаза, которые встречаются. Но если человек себя как-то покрывает вот этой своей горделивой мечтой, о том, что он сел в такую машину, часто хамски себя ведут именно люди в дорогих машинах. Я, как человек, бывающий на дороге, за рулем, вижу, кто чаще всего совершает подобного рода агрессивные, хамские поступки. Человек на каком-нибудь Лексусе, или там Порш Каен, или еще что-нибудь. Он хочет себе показать другим, какой он на самом деле. Что он может передвигаться, как он захочет. Он может и моргать фарами, он может подрезать, он может нарушать правила дорожного движения. То есть, другие люди для него ничто, в принципе. И это все возникает постепенно. Постепенно человек начинает жить той мечтой, которой он стремился. К чему мы стремимся, то и оказывается в нашей душе. С другой стороны, пешеходы, если они идут через дорогу, часто бывает, главная проблема пешеходов, это то, что слишком большая какая-то загруженность информации, она создает лишний фон. Тот фон, в котором притупляется чувство духовной интуиции и осторожности. У нас у каждого есть совесть, как голос Бога внутри нас, некая духовная интуиция. У нас у каждого есть какая-то внутренняя защита, вот этот орган самосохранения. И он не физический этот орган. Но он повреждается от того, что часто человек совершает грехи, от того, что действительно гордость, опять же, на первом месте присутствует. Он думает, идет только о себе, о своих каких-то планах и мечтах. Он забывает о том, что на дорогу, куда он вступил, едут люди с другими интересами, может быть. И здесь меняются правила. Это уже не тротуар, это уже не во дворе, где он шел. Нужно быть предельно осторожным. Не все совершают действительно езду по правилам. Поэтому по известной поговорке русской народной, семь раз от мира один отрежь. Но так думает минимум пешеходов, которые вступают даже на пешеходный переход. То есть, он идет, думает только о себе. Да, может быть, он в принципе прав, но есть люди, которые неправы. Вот априори он уже едет, и он может не увидеть, он может забыть, он может также в голове своей думать только о себе. Как я уже говорил, одна из проблем – это лишний информационный фон, негативный фон, который человек не может переработать, и постепенно все вот эта муть, она в душе дает вот этот след. Не сразу, но постепенно. Отрывает душу. От какой-то внутренней чуткости, от концентрации внутренней. Человек не может сосредоточиться на главном, то, что ему нужно сейчас. Он пытается сосредоточиться на всем сразу, на прошлом, на будущем, на своих мечтах, и все вот это несет с собой. И, как правило, совершает ошибки в этой жизни. Вот о чем я хотел сегодня сказать, что часто корень проблемы, даже трагедий – это духовная сторона вопроса. Она изначально является тем, что потом ведет человека или к развитию его, к благополучию, или, может быть, к каким-то конфликтным ситуациям, к трагическим даже ситуациям. Особенно на дороге. Статистику все мы знаем прекрасно, что какое количество у нас погибших на дороге – это сравнимо с боевыми действиями, к сожалению. Всегда нужно идти с молитвой и внутренне, сконцентрировавшись на главном, уметь отсекать лишние мысли и быть всегда осторожным. Чего всем вам желаю.